Всего три дня пришлось ждать Александру Скобелкину, чтобы попасть в приемную президента России. Александр Васильевич около 10 лет назад был предпринимателем. Когда переходил из одной налоговой инспекции в другую, обнаружил задолженность, которой быть не должно. Я вот обратился к приемному президента Российской Федерации, и мне вопрос решился положить. Спасибо. Все технические вопросы были на уровне, очень аккуратно, вежливо и достойно принимали. Прием ведет сам руководитель УФНС по Самарской области Александр Вихров. Рассказывает, что обращений приходит много, особенно по поводу имущественных налогов. Причем из разных уголков Самарской области. Чаще всего спрашивают об имущественных налогах земельным, транспортным, налоги на имущество, которое рассчитывается с этого года, исходя из кадастровой стоимости. И, кроме того, изменились сроки уплаты имущественных налогов до 1 декабря. Многие волнуются, когда начнется массовая рассылка налоговых уведомлений. Минимум за 30 дней до срока уплаты физическое лицо должно получить сводное налоговое уведомление. В этом году оно сводное, то есть все объекты, которые есть на территории Российской Федерации, будут указаны в одном уведомлении, и нужно будет их ждать из разных субъектов. При этом у нас есть договоренность с почтой, все получат их вовремя. Напомню, те, кто у нас являются пользователем личного кабинета налогоплательщика, могут их получить через личные кабинеты, должны их получить, соответственно, самостоятельно распечатать, либо сразу оплатить в режиме онлайн. Такие приемы руководители госучреждений проводят регулярно. Это делается по поручению президента России. Следующая важная дата в графике – 17 октября. Прием будет вести Анна Зайцева, управляющая отделением Пенсионного фонда России по Самарской области. Виктория Шарая, Валерия Макарова, Василий Колдашов. События.